ребят всем огромное здравствуйте лёха как всегда с вами готов поделиться хорошими рецептами сегодня это будет комбо я бы его отнес к части правильного питания то есть сегодня мы с вами сделаем греческий салат это самый элементарный салат который можно придумать на мой взгляд но он очень вкусный я делаю с некоторыми своими фишками которые я так скажем под забрал в разных заведениях мне они очень понравились и готов с вами ими сегодня поделиться а также мы сегодня приготовим с вами голень индейки получается очень вкусно делается специальное масло а не совсем как по принципу мы делали например для помните мясо я надеюсь уже вышел этот рецепт здесь делается специальная обмазка что была красивая хрустящая корочка рецепт в принципе подходит к домашней кухне то есть для духовки вы можете сделать но мы все-таки зачем мы на гриле естественно девчонам домой те сегодня 30 31 градус жары естественно мы все приготовим с вами на гриле в конце расскажу как чего сделать дома погнали для начала замаринуем голень индейки я считаю что с самим маринадом борщить по специям не надо это на самом деле классика оливковое масло порядка двух столовых ложек зачем спросите вы масло оливковое вообще помогает разойтись хорошо специям самом мясе индейки кстати говоря я делаю 1 и 2 килограмма следующее что я добавлю это паприка я ее очень люблю добавлять потому что она дает красивый цвет это во первых а во вторых пушистый вкус вот такая вот фигня ребят да не ну просто действительно придает интересную хорошую вкусную нотку где-то пол столовой ложки отгружаю сюда следующее это свежемолотый перец но это классика объяснять я думаю что не надо также идет соль пару щепоток смотрите если например вы хотите нечто такое азиатское то добавьте может быть одну две столовые ложки соевого соуса я просто в этом не вижу никакого смысла соевый соус немножечко надоел скажем так заключительный ингредиент это чеснок мне понадобится его ну вы же понимаете это индейка вся де все дела и чеснок здесь нужен поэтому я беру и отгружаю сюда порядка двух-трех зубчиков чуть не забыл важная нотка это чили перец каенский так называемый я добавляю немного но мне кажется что остринка небольшая вот именно от перца здесь должна быть теперь смотрите мы все это перемешиваем вот такая вот каша должна получиться некая паста скажем так она очень мощная сейчас по вкусу но для маринада она подходит изумительно подготовительные работы с голенью индейки вот такие вот куски я рекомендую если вдруг вам чем-то индейка отдает но есть люди кто считает что она обладает неким непривлекательным вкусом запахом еще чем-то можете вымочить ее в молоке буквально минут на 40 на 50 я этого не делал потому что мне абсолютно не настораживает ее вкус и запах но так как кусок очень большой ну вы понимаете да то есть такую лапку вообще в киевси бы такие делали да с хрустяшкой съел одну и все до свидания на целый день я рекомендую вам сделать легкие легкие надрезы таким образом причем здесь надреза надо делать и вот с этой стороны тогда маринад который мы с вами делаем он хорошо зайдет изнутри пропитает голень индейки натереть индейку нужно с двух сторон постарайтесь даже под кожу и залезть вот так вот то есть да чтобы внутри был тоже маринад красота то какая абсолютно красивый маринад действительно но это паприка заслуга конечно паприки и тут законный вопрос что нам делать с голенью дальше нам нужно немного замариновать я оставляю на час час десять при комнатной температуре если уберете холодильник процесс маринования будет идти медленнее но если вдруг вы готовите прямо завтра идете все это дело поесть приедете на дачу дома заготовили повезли все там отлично промаринуется тогда лучше уберите в холодильник а что касается добавления специй кто-то спрашивал в комментариях лёха почему ты типа сразу в пакет не заливаешь оливковое масло паприку там чеснок еще что то я постараюсь вам объяснить со своей колокольни может быть я не прав мне кажется если мы делаем маринад отдельно то он равномерно по вкусу одинаков то есть мы заливаем и у нас все распространяется ну правильно я говорю или нет ну логика то должна в этом работать чтобы на одной кусочки у вас был там про чеснок а здесь не было так мне кажется это работает лучше здесь главная фишка в другом мне понадобится 70 грамм сливочного масла его нужно будет подтопить либо это вы можете сделать духовке я сделал в микроволновке поставив на 40 секунд а после чего мы добавляем туда 2-3 зубчика чеснока через пресс для чеснока лучше это сделать а потому что так вкус равномернее пройдет сейчас масло теплое вы должны понимать что сейчас будут процессы происходить которые нам нужны также понадобится розмарин но розмарин не просто закидывайте а вы его немножко порвите чтобы сок смог отдавать маслу вкус вот этим маслом и масло мы тоже оставляем где-то на час может быть даже на час 30 и когда мы будем смазывать этим маслом она уже будет преобладать нужным нам с вами ароматом чеснока и розмарина если вдруг хотите сделать острую версию то легко добавляйте туда еще свеже нарезанный например чили перец и получается легкая остринка в корочке но это уже все по вкусу и так что мы сейчас с вами сделаем она наверно подождем минут 30 и будем готовить греческий салат на самом греческий салат это очень элементарно особенно сейчас сезон же овощей пошел они сейчас стоят недорого и легкий хороший вкусный салат к мясу в данном случае к индейке подойдет на все 300 и там есть сырочек ребята погнали первое чем я займусь это подготовкой лука мне понадобится одна луковица желательно возьмите красную и нарезаем ее вот на такие вот мелкие полукольцы чем тоньше вы это сделаете тем лучше это будет все ощущаться в салате итак я заливаю лук горячим кипятком горячим кипятком как сказал то горячей водой и оставляем буквально на пять минут воду я слил лук у нас остался здесь лежать зачем это делается я давайте может на всех случаях скажу чтобы лук не горчил и вот эта острота луковая она будет снижена это то что надо он немножко такой знаете сейчас состояние аль денте далее мне понадобится бальзамический уксус 2 ну где-то одна может полторы столовые ложки но если у вас его не добавьте хотя бы яблочного обычно не надо яблочный он достаточно такой сладковатый я добавляю бальзамический вот прям вот столько больше не буду и все это мы аккуратно с вами перемешиваем из овощей мне понадобится один болгарский перец три огурца с огорода прям хороших хрустящих как надо и помидоры какие нужно брать помидоры я взял розовые они мясистые знаете в них нет очень много влаги то есть прямо ты ешь ты понимаешь что это помидор а далее мне понадобится а все давайте сейчас я это нарежу все красиво в слоумо закидаем потом все расскажу подпишу и сделаем погнали и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Просто без косточек они не обладают вот этой вот мясистой. Они мягкие, зажухлые такие. Ну, в общем, это уже дело каждого. Опять же, смотрите сами. Ну и главной фишкой данного салата является сыр. Сырочек. Давайте я буду называть его душевно. Я сегодня задействовал Feta Greek Ser taki сыр. Это наш сегодняшний спонсор. Это новый продукт на рынке. Данный сыр может похвастаться сливочным, слабосоленым вкусом. Идеально сочетается с греческим салатом. До появления сыра Feta Greek Ser taki я пользовался вот такой вот классической версией. Могу сказать, чем отличается. Он очень упругий. То есть, его легко нарезать. Вот, Наташа, помнишь, что вы были мучительные эти истории? Когда нарезаешь, он не нарезается, он крошится. Здесь такого нет. Сыр нарезается легко, достается из упаковки. Все сделано очень круто. Он действительно классный. Это сырочек, ребята. Что касается вот этой классической версии, я, пожалуй, скажу, что она идеально подходит к запеченному картофелю. Эта фишка, знаете, я все время пропагандирую, что фольгу заворачиваем, запекаем буквально минут 20-30 на природе. Сюда можно вбить укропа, можно добавить чеснока, вбить все это дело. Блин, это сырочек! Какого хрена вообще его можно есть просто так? Он очень вкусный! Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Что мы делаем? Теперь пришло время готовить индейку. Мы с вами раскочегариваем гриль до 180-200 градусов. Делаем непрямой метод приготовления продукта. В центр кладем голени. И забываем... Нет, не забываем. Каждые 10 минут мы берем кисточку и начинаем смазывать тем маслом, которое у нас уже настоялось, розмариново-чесночным. То есть смазали, закрыли крышкой, оставили на 10 минут, 15 минут. И опять вот эту процедуру сделайте хотя бы раза 3-4, так и корочка красивая будет. И поверьте мне, это того стоит. А что дальше? По времени. Где-то на это уйдет минут 30-40. Не более того. Проверяйте, просто протыкайте, смотрите, что идет прозрачный сок, значит, можно двигаться дальше. На представлении блюда, как всегда, все замиксуем, покажем, попробуем и все расскажу. А я вот салатца уже и сейчас поем. А я вот салатца уже и сейчас поем. Приготовление на гриле индейки заняло у нас 25 лет. Как проверить, что все готово? Соответственно, берете зубочистку, протыкаете, идет прозрачный сок, значит, все в порядке. Вынимаем, не надо отрезать пол куска, проверять так это как бы не работает. Ну, зачем? Вы просто покромсаете ее полностью и все. Нужно, чтобы красиво все выглядело, чтобы корочка была. Да, по поводу корочки. Я смазывал где-то порядка двух-трех раз. Вот этим вот маслом специальным. Это так ароматисто. Ребята, я очень рекомендую, если вы вообще фанат индейки, вот это приготовить штуку. Что касается... Что я еще не сказал? А, в духовке, может быть, кто-то скажет, Лех, ты опять не рассказал, как это сделать дома. Поймите, гриль это та же самая духовка, просто с эффектом дымка, не более того. То есть, те же самые 180-200 градусов и по времени столько же. Только вот эту процедуру, главное, с маслицем делать, это главная фишка. А начнем мы с салата с вами. Вы знаете, сразу скажу, что говорить что-то по салату, что это вау какой, это просто и очень вкусно. Это свежие овощи. Правильно, Наташ? Свежие овощи грех не есть летом. Так, сейчас, что-то только сыр один просится у меня на вилку, может, надо ложкой было есть по-жесткому. Но все-таки, опа, погнали. Я не думаю, что у меня получится передать какие-то типа вау, впечатления. Это просто офигенные свежие овощи с лимонным соком, с специальным промаринованным луком, с обалденным сыром. То есть, здесь все сочетается отлично. Я считаю, что этот салат в какой-то мере летний. Ну, потому что летом можно себе позволить себе хотя бы овощей купить побольше. А может, у кого-то огороды, например. Так вообще, сам Бог велел. А теперь к самому главному. Ну, здесь сегодня все главное, на самом деле. Это индейка. Я один раз наблюдал, буквально где-то недели-полторы назад, как девочка ела крылышки. Внимание, крылышки вилкой и ножом. Вот это нормально, ты считаешь? Ну, мне кажется, это как-то неправильно. Ну, это может быть, чтобы не показаться свиньей какой-то. Может быть, я... Не, я буду есть так, все. Погнали. Ну, можно. Главное в приготовлении голени индейки, это не перебарщивать со специями. Не нужно добавлять туда карри. Может быть, там кто-то добавляет мускатный орех. Кто-то добавляет орегано, базилик. Конечно, это все имеет право на существование. Но мне кажется, что нужно использовать минимальный набор специй. А вот корочку, вот сделайте корочку вот по такому принципу. Даже, если честно, не любите, например, вы индейку, сделайте куриные голени по такому же принципу. Корка будет сливочная, немножко розмариновая и чесночная. И это все будет очень хрустеть, и все будет шикарно. Я вас заверяю, это прям... Вот никакого соуса не надо. Наташа, ты сегодня пробовала. Соус нужен к этому? Она должна оставаться сочной. Не передерживайте все это дело на гриле, либо в духовке. Спасибо огромное сегодняшнему нашему спонсору. Это Сиртаки, Фета, Грик и Ориджин. Ой, классик версия. Я, кстати говоря, хочу вам сказать, что использование сыра... Ну, вот сегодня вот этот был. Этот я не задействовал для салата. Этот немножко более рыхлый получается. В нем тоже есть свой плюс. Это понравилось мне отчасти больше. Но вот это на картошечку, сам Бог велел. Особенно с чесноком и зеленью. Я уже вам говорю, мы как-то готовили. Я, кстати говоря, Сиртаки тогда тоже использовал, но тогда, к сожалению, они не были нашим спонсором. Ссылки на Сиртаки будут в описании. Я оставлю на Инстаграм и на... Куда еще я оставлю? На ВКонтакте. Данный сыр продается во многих магазинах, в том числе ОК, Лента, Пятерочка. В общем, ребят, честно, где бы я ни был, Сиртаки везде есть. Отличный, качественный сыр. Спасибо им огромное. С вами был, как всегда, Алексей Грильков. Подписка на основной канал. Ссылка на группу ВКонтакте будет в описании. Жмякайте на колоколец, чтобы не пропускать новые видосы. Пока.